МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии. Андрей Дреер. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Дмитрий Медведев приехал проверять реализацию нацпроектов, но, видимо, еще и даст горячую воду нескольким домам. Старая новостройка, жильцы, управляющая компания и застройщик обвиняют друг друга в коммунальных проблемах. В Барнауле простились с народным художником Михаилом Буткеевым. На коленях с просьбой о воде и тепле. Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в Алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей. Напомним, председатель правительства приехал на Алтай вечером с целью оценить реализацию нацпроекта развития сельских территорий. Подробности прямо сейчас. На коленях перед вторым лицом государства Татьяна Кадукина просит не милостыню, а воду. Проблему с водоснабжением Дмитрий Медведев пообещал решить. В селе Санниково он сегодня с рабочим визитом проверяет развитие сельских территорий. В сопровождении высоких лиц посетил детскую площадку, которую построили в рамках специальной программы. 1 миллион 200 тысяч рублей из бюджетов всех уровней. Гуляете? Привет! Гуляем! Не холодно? Нет, слава богу, все хорошо привыкшие. Привыкшие точно. Есть какие-то изменения? Происходит? Происходит, вот. Площадка появилась? Не холодная площадка, но и в целом здесь комфортно жить. Нацпроект по развитию сельских территорий должен создать комфортные условия. Четверть населения страны живут в деревнях, а на Алтае и того больше, отметил сам Дмитрий Анатольевич. Со следующего года у нас будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий. На 20-й год государственную программу в федеральном бюджете заложили около 36 миллиардов рублей. Деньги прежде всего пойдут на создание условий для обеспечения сельских жителей доступных и комфортных жильев на развитие рынка труда, на создание государственных населения. Речь идет о новых ФАПах, детсадах, школах и домах культуры. Дмитрий Медведев отметил, что эти объекты строят недостаточно быстро. Уже конец года, а где-то только идет строительство. В свою очередь Виктор Томенко отчитался о своей работе в сельском местности. Десять построенных детских садов на 2515 мест в течение этого года будет завершено и запустится в эксплуатацию после лицензирования в начале следующего года. Построено шесть ФАПов, но три непосредственно по национальному проекту здравоохранения, три по нашей программе устойчивого, которая завершается, устойчивого развития сельских территорий. Вопрос сел касается и расширения медкластера в Барнауле. Речь идет о санавиации. Сейчас вертолетная площадка находится за новым мостом. Медведев отметил, что нужно бы перенести поближе к больнице. Он, к слову, обратил внимание губернатора и еще на одну проблему, которую ощутили даже в Москве. А еще он попросил навестить Татьяну Кадукину. Она, кстати, немного переживает, что подвела охрану председателя правительства, но промолчать не смогла. Когда астма и вот эта нервная система, она все разрушает, и я вот все у меня вспыхнула, я начала задыхаться, и я уже не контролировала себя уже все. Кстати, в такой ситуации Татьяна не одна. Говорит, еще 140 квартир живут без горячей воды и мерзнут в домах из-за бездействия местных властей уже три года. Виктор Томенко посетил женщину и сказал, что проблему обсудит в ближайшие дни. Вот, холодно. Так, ладно, в ванной. Как вы моетесь? Ставлю обогреватель, нагреваю до хотя бы 20 градусов, и тогда я моюсь. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Барнаул сегодня простился с великим алтайским художником Михаилом Буткеевым. Он умер на 97-м году жизни. За 70 лет творчества он написал более тысячи работ. Картины Михаила Яковлевича находятся в музеях и частных собраниях России и за рубежом. Что оставил после себя народный художник России, расскажет Ирина Корчагина. Любопытный, трудолюбивый, любил. Вообще, по-настоящему жизнь любил. До этого и дожил столько. Без этого трудно. Нет такого, что я сегодня до пяти часов вечера художник, а прихожу домой, я папа, или муж, или дедушка. Такого нет. Потому что идет непрерывная работа. Таким его запомнили близкие друзья и коллеги по цеху. Михаилу Буткееву было почти 97 лет. Долгие годы под кистью художника оживали Монголия, Горный Алтай, Сибирь. Буткеев участвовал в боях на Курской битве. При этом из тысячи картин ни одной не посвятил войне. Зато в его работах нашел отражение Барнаул разных эпох. Многие здания, которые он запечатлел на своих картинах, уже сейчас не существуют. Если когда-нибудь их будут возрождать, то, я думаю, будут обращаться не только к чертежам, фотографиям, но также к его картинам. Про Буткеева говорят, он был страшно работоспособный. Мог проснуться ночью и начать зарисовку пейзажа. Мог возвращаться к картинам спустя несколько лет и доводить их до совершенства. Даже после того, как они уже побывали на престижных выставках. А выставлялся алтайский художник не только во всех регионах страны, но и за рубежом. В США, Японии. Старая гвардия уходит. Более академические, более классические, более работающие на совесть люди. Сейчас же маленько искусство другое. По верхам быстрее нарисовал, быстрее написал, быстрее продал и быстрее новую. Общественники предложили сделать из мастерской художника мемориал. Ведь Михаил Буткеев единственный на Алтае народный художник. Это высшее почетное звание в области изобразительного искусства. Идея показать не только в выставочном варианте, но и показать работу художника изнутри, его творческий процесс в виде мемориальной мастерской. Это великолепная идея. Поддержат ли эту идею сверху, пока неизвестно. Но у барнаульцев появилась бы возможность увидеть, где творил великий художник. А также его зарисовки и последняя картина. Кстати, за сутки до смерти Михаил Буткеев, как истинный творец, весь день провел у Мольберта. Ирина Корчегина, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком. Что такое круговая порука, знают герои нашего следующего сюжета. В одной из барнаульских новостроек топит подвал, ломаются лифты, периодически отключается отопление. Застройщик либо не делает гарантийный ремонт, либо последний не помогает. А вот управляющая компания, по мнению жителей, покрывает застройщика и действует с ним заодно. Я вместе с оператором побывал на этом доме и попытался пообщаться и с жителями, и с застройщиком, и с управляющей компанией. Смотрите сюжет. Не снимайте меня, вы что не понимаете, что ли? Камеру отпустите, пожалуйста. Камеру отпустите. Это попытка нашего диалога с представителем строительной компании «Вот это дом». А говорили про вот этот дом по адресу Шумакова, 11. Его застройщик сдал в апреле. За полгода новоселы буквально утонули в коммунальных проблемах. В подвале стоит вода, канализация забивается, лифты ломаются. Проблема с отоплением – одна из самых серьезных. Вот вчера у нас были отключены батареи буквально, ну, наверное, часов шесть. То есть мы мерзли. Начинаются заявки идти, мы звоним в диспетчерскую службу управляющей компании, открывают на полную, опять у нас батареи горячие. То есть не настроено. Не настроен индивидуальный тепловой пункт, который должен автоматически регулировать температуру в квартирах, анализируя погоду за окном. Не настроено в доме многое. Например, вот эту батарею несколько дней назад прорвало. Представители управляющей компании «Индустрия» прямо обвиняют в проблемах дома-застройщика. Дом на гарантии, проблема застройщика. Но часть вины за прорыв канализации представители управляющей компании возложили на жителей. Дом сдан 10 апреля. Происходит затопление. Если не ежемесячно, то два раза в месяц это прям... А вот от застройщика на той самой встрече такой оформленной резолюции мы и не услышали. Молодые люди, давайте выходим и мы продолжим разговор. Если вы не выйдете, выйдем мы и дальше разговора не будет. Хотят жители и мы хотим, чтобы ваши обещания были зафиксированы. Какие-то обещания уже были сказаны. Да, что мы все исправим. Управляющую компанию, которую они нам назначили, мы заставим ее работать. Именно так. Жители Вавилонской башни уверены, дело не в том, что все стороны говорят на разных языках. По их мнению, застройщик с управляющей компанией заодно. А задача последней – не добиваться от строителей гарантийного ремонта, тянуть время, пока срок не кончится. Если это действительно так, застройщик не даст жильцам проголосовать за новую управляющую организацию. Ведь вот этот дом владеет непроданными помещениями. А значит, как собственник имеет решающий голос. Как решится эта проблема, мы будем следить. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком. Зима подарила барнаульцам долгожданный снег и десятибальные пробки. За последние сутки город практически стоит. В пробках оказалась и моя коллега Дарья Эйдемиллер. Ей слово. Никогда такого не было. И вот опять. В Барнауле выпал снег, и город встал в девятибальных пробках. Как в Москве. Вчера вечером и сегодня с утра люди добирались до места назначения часами. Давайте съездим и посмотрим, как стоит Барнаул. Мы ехали из индустриального района, со спального в центр. И вот весь Павловский тракт стоял очень сильно. Как много времени заняла поездка? Почти 40 минут, наверное. А обычно? Ну, если бы пробок не было, то минут 15 занимает дорогу, не больше. А на работу стоит выезжать? Ехал с Шапшина, ехал сюда на площади Октября, задержался минут, наверное, 15. Куда-то опоздали? Немножко, да, пришлось клиента отменить. Я массажист. Хорошая пробка для того, чтобы встретить старость. За прошедшие сутки на уличной дорожной сети города работало 192 единицы специализированной техники. 95 единиц вчера в день, 97 единиц за прошедшую ночь. За прошедшие сутки вывезено более полутора тысяч тонн снега. Людмила Станиславовна, не отмечайте, пожалуйста, Климов, Долженко и ВТ-71. Я не попал на работу с мегападом, поэтому сложно добраться на работу сейчас было. Мы все равно ночью работали, но с мегападом мы успеваем справляться с таким объемом. Завтра термос чая возьму, все равно стоим. Я никуда не спешу, жду термая, поэтому пробки на меня не действуют. Хотелось бы отметить, что за прошедшие сутки выпало более 7 миллиметров осадков, что составляет порядка 20% от месячной нормы и осадки не прекращаются. Так что планы оперативно к концу четверга, к пятнице город привести в нормативное состояние. Тур по пробкам мы устроили в 9 часов утра. Сейчас на часах начала 11-го и центр уже посвободнее. Но в индустриальном районе по-прежнему Дубльгиз показывает красные дороги, что значит, что там до сих пор пробки. Чтобы успеть на работу, либо куда вам там нужно вовремя, необходимо выйти из дома чуть раньше. Но у всех это чуть раньше разное. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком. В Барновле прошел финал конкурса для беременных «Я буду мамой». В этот раз его посвятили году театра. Но будущие мамы не только играли, но еще и перетанцевали и даже обращались с холодным оружием. На шоу побывала Анна Ирбис. Ты знаешь, что я с голодами-то вошкался, а? Желтая вода тебе вошкал давила? Вот ты, вошкался. Малыш еще не родился, но уже играет на сцене. Участницы конкурса «Я буду мамой» показывают свои таланты на восьмом месяце беременности. Однако петь и танцевать в восточной танце разрешают не всем. Перед конкурсом каждая будущая мама проходит строгий медицинский осмотр. Ну, перед конкурсом, естественно, мы показывали свою медкарту. У нас ее посмотрели, одобрили, кому можно. И поэтому мы тут участвуем с удовольствием и безопасно. За 13 лет проект стал популярным не только в Барнауле. Его переняли и другие алтайские города. Организаторам конкурса начали звонить даже врачи женских консультаций. Говорят, слушайте, ну когда у вас там конкурс, а то девочки у нас спрашивают, когда нужно забеременеть, чтобы принять участие в «Я буду мамой». Ну, как тут можно завершить этот проект? Так он и будет продолжаться. А супермамой этого года стала Ольга Зубарева, юрист и хореограф. Беременность не мешает ей танцевать лесгинку с саблей. Ольга уже мама двоих сыновей, а сейчас ждет дочку. Рассказать о своей семье вот так ярко и метафорично на конкурсе Ольги было важно. Я считаю, что конкурс больше не для женщин, наверное, а он больше семейный, объединяет семью. Запись будет, обязательно покажу. И жду дочу и надеюсь, что она тоже будет продолжать мой путь, так скажем. Несмотря на единственную корону-победительницу, остальные участницы нисколько не расстроились. Они считают, что свой приз уже получили. И на свет он появится совсем скоро. Анна Ирбис, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд вы узнаете о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи.